Привет всем! Что же, вчера состоялся запуск ЗБТ игры Valorant, которая привлекла к себе огромное внимание общественности. Онлайн на Твиче составлял миллион семьсот тысяч. Все хотели урвать себе ключик и поиграть в новый шутер от Riot Games. При этом в сети циркулирует множество противоположных отзывов об игре. Как о тех, кто играл, так и о тех, кто просто видел стрим в течение пяти минут. В связи с этим я решил разобрать все по полочкам и выявить плюсы и минусы игры. А вам уже останется решать, что именно перевешивает чаша весов. Разумеется, все это не останется без моего мнения. Сразу скажу, что не поиграв в игру, не стоит о ней судить. Ибо впервые увидев ее на Твиче 3-го числа я был слегка разочарован. Пластмассовая мультяшная графика, ужасные анимации, а также геймплей из кс в перемешку с навыками из овервоча. Если кратко, это так по сути и есть. Но давайте взглянем более широко. Прежде чем перейти к плюсам и минусам, давайте нарисуем общую картину игры. Геймплей игры в базовом смысле повторяет контру. Имеется две команды, защитники и атакующие. Атакующие ставят бомбу, защитники защищают точки от их установки. Как и в случае с кс, в каждой из команд по 5 человек. Но во всю эту идею врывается какофония из персонажей и их навыков, что многим сильно напоминает овервоч. С уверенностью могу сказать, что тут от овервоча лишь сама идея навыков. Их применение и наличие имеет совершенно другой смысл, а следовательно геймплей тут совсем другой. И не следует игру сравнивать с играми, подобными овервочу. Пройдемся по плюсам. Переосмысленный кс. Сама механика Counter-Strike не менялась особо за 20 лет. Как ставили бомбы, так и ставим. Как дропали оружие, так и дропаем. Да, добавили паузы и пару фишек, но все примерно осталось так же, как в начале нулевых. Валоран же пытается исправить эту беззубость со стороны конкурента. Начиная от возможности купить оружие союзнику напрямую, заканчивая разнообразными типами нападения и защиты. Купил не то оружие? Продай его и купи новое. Не обязательно стоять на спавне, чтобы закупаться. Обе команды заблокированы на короткий промежуток времени со своих сторон, что позволяет подойти к раунду более тактически. Решить на какие точки кто идет, каким образом проводить атаку или защиту и так далее. Какие-то механики могут показаться хуже оригинала, но к примеру механика разминирования бомбы мне в Валоранте нравится больше. Тут нет никаких диффузов, но при этом разминировав бомбу наполовину, ты можешь прекратить диффуз, убить к примеру противника, после чего вернуться к разминированию середины. Что касается персонажей и их навыков, об этом я поговорю чуть позже. Из первого плюса вытекает сразу же второй. Это коммуникабельность. На данный момент в игре отсутствует голосовая связь, но все взаимодействия на карте полностью перекрывают аналоги из контры. Игра прямо идеально подходит для обычных пабов. Нет микрофона? Нет возможности слушать союзников? Игровой интерфейс вам в этом поможет. Убили носителя бомбы? Вам об этом скажет персонаж союзника. Не хватает концентрации следить за верхним блоком, дабы узнать сколько игроков осталось в живых? Игра также оповестит вас о том, что противник остался один. Ну и самое главное, это разумеется система меток. Как в батл роялях, услышали врага, но он не показался для тиммейтов на карте, взяли и отметили место кнопкой Z. Решили атаковать точку B, открыли карту и показали это союзникам. Самые большие проблемы в играх в контре в пабах начинаются именно на стадии подготовки. Вы хотите сообщить команде, что нужно сделать эко, а кто-то уже купил оружие. И вот раунд на смарку. Тут же открыли окно закупа и нажали кнопку экономии. Ваш персонаж оповестит всех о предложении провести экономический раунд. Если кто-то уже успел купить оружие, он может его тут же продать за полную сумму. Это также касается и просьб о покупке вам оружия, что позволяет больше скоординировать действия и помочь подготовиться к раунду как следует. Понятно, что в плане киберспорта тут ничего не изменилось. Игроки сидят в условном дискорде и всегда договорятся, что нужно сделать. Но для обычных игроков тут прямо масса разных плюшек для улучшения игрового экспириенса. Классика. Так я скорее назову следующий плюс. Как известно, в контре основными задачами для успешной игры являются позиционка, точная стрельба и правильное использование окружения вокруг вас. То бишь изучение карты, на которой вы играете. Тут все аналогично. Сыграв раз пять на карте, вы уже начинаете примерно понимать, где вам лучше находиться на разных стадиях игры. Куда лучше не лезть, чтобы, к примеру, не попасть под обстрел снайпера. Или не завести себя в ловушку. Создание засад, окружение противника и локализация каких-то важных задач остались те же. Просто достигаются они немного другими способами. Навыками персонажей. Да, персонажей тут несколько и два одинаковых в одной команде быть не могут. Но это не овервотч, где, к примеру, один игрок худощавая девчушка, а второй это огромная обезьяна. Что, разумеется, дает преимущество при стрельбе и так далее. Тут все персонажи, несмотря на их внешний вид, имеют одинаковые характеристики. Скорость, размеры и хитбоксы. Вспомним тот же Апекс, где вечное нытье комьюнити привело к тому, что раз в полгода проблематичным персонажам по типу Гибралтара постоянно меняли хитбоксы. Тут суть персонажей в их навыках, причем все они имеют тактический характер. Смоки, замедляющие и отравляющие лужи, заграждения и многое другое. Да, тут имеются и дамажащие навыки. К примеру, ультимейт Бримстоуна, который создает авиаудар по выделенной области. Но опять же, он имеет задержку применения и скорее создан для того, чтобы не дать противнику попасть в определенную зону. Ну или, к примеру, не дать врагу поставить или задиффузить бомбу. Сыграв более 20 игр, я не видел ни разу, чтобы этим ультом убили трех или более персонажей. И то такое встречалось лишь в начале, когда никто не понимал, что вообще происходит. Единственный персонаж, у которого все навыки наносят урон, это Рейс. Но опять же, нет такого, как в условном овервотче, что навыки всех разносят. Собственно, у нее, Джет и Феникса, значится профессия дуэлянта. Также есть зачинщики, специалисты и саппорты. Собственно, основной навык Рейс, который все используют, это граната, который по сути заменяет ХЕшку из контры. Что же, мы еще вернемся к навыкам. Давайте отойдем от самого геймплея и перейдем к технической части и наполнению игры. Оптимизация – один из самых важных плюсов игры, и он не раз освещался как разработчиками, так и многими СМИ. Разработчики сразу сказали, что делают ставку на качественный и оптимальный геймплей, нежели чем на приятную для глаза картинку. Да, из-за этого игра на фоне остальных шутеров кажется как будто застрявшей в начале нулевых. Но честно скажу, что при игре, а не просмотре чужих трансляций, это быстро нивелируется самим геймплеем. То бишь глаз замыливается и перестает вообще обращать внимание на то, что вокруг вас давно устаревшая картинка. Да, это касается не всего, я потом об этом расскажу. Но зато у вас не будет пролагов, падение фпс и других неприятных моментов. Ну и другое главное техническое преимущество игры – это сетевой код. Тут вам и 128 тикрейт на всех серверах, и современная система регистрации выстрелов и передвижений. Играя в игру, у вас никогда не сложится впечатление, как в том же КСе. Мол, что, как я не нанес ему урон, я же попал, вон даже кровь осталась. Тут с этим все идеально. Не попал – твоя вина. Точно не игры. Ну и, конечно же, защита от читов. При установке игры у вас автоматически устанавливается античит-система, которая не позволяет вам использовать не только различные инжекторы, но даже весьма распространенные макросы и так далее. А это очень и очень важно в шутерах. Если посмотреть на тот же PUBG, CS, Overwatch и так далее, проблема, как была, так и существует. Разумеется, пока рано судить об эффективности античит-системы Valorant, ибо игра только вышла в свет, и создатели стороннего ПО наверняка найдут выход. Но поживем-увидим. Последний плюс в плане технологий клиента – это интерфейс и статистика. Я уже рассказывал о разнообразии действий с картой и окном закупки. Меня же очень привлекло окно статистики после окончания игры. Тут она прямо очень сильно детализована и информативна, что нельзя не считать полезным. Возвращаясь к игровому клиенту, я, пожалуй, выделю последний плюс – это система прогрессии в игре. Посмотрев на тот же Legends of Runeterra, следовало ожидать, что тут райты вряд ли сделают что-то плохо. Даже сейчас в игре, в которой отсутствует рейтинговый режим и имеется всего три карты, есть смысл играть. У каждого игрока есть система прогрессии аккаунта, а также каждого агента по отдельности, что позволяет бесплатно открывать внутриигровые предметы – скины, спреи и так далее. Собственно, они называются боевыми пропусками, что неудивительно. Также отмечу из положительного, что у игры уже имеется русская озвучка персонажей – улучшение скинов путем изменения звуков оружия, анимаций, перезарядки и даже прицела, так что тут все-таки что-то новенькое есть. Что же, теперь давайте перейдем к минусам игры. Перед этим я лишь упомяну несколько аспектов игры, которые я не могу отнести ни к плюсам, ни к минусам. Первый – это вторичность. Как уже сказано, Валорант – это модифицированный КС с добавлением персонажей и навыков. При этом база осталась та же. Набор оружия тут максимально повторяет контру. При этом, за исключением того, что у всех винтовок есть прицел, спрей примерно такой же, как и в контре. Цены в магазине, кстати, тоже очень приближены. Снайперская винтовка по типу АВП стоит 4500, а навыки, которые заменяют раскидки по типу смоков и так далее, стоят также по 100-200 единиц. Кто-то это может отнести к плюсам, ибо благодаря этому легче приспособиться к игре и не нужно долго разбираться. Кто-то же скажет, что райд намешали все от других игр, ничего толком не изменив. Что же, правда у каждого своя, но опять же в эру огромного числа разнообразных шутеров и батл роялей на каждом углу, я не жду от игр чего-то прям супер нового. Игра прямо тычет игрока носом в минусы Counter-Strike и предлагает собственное их решение. Это касается и навыков, часть из которых максимально повторяет Overwatch или Paladins. Еще один пограничный момент это контент. На данный момент в игре имеется всего 3 карты и отсутствует рейтинговый режим. Больше, собственно, ничего и нет. Правда, есть суперудобное стрельбище с разнообразным функционалом, в которое можно зайти даже не выходя из пати, что в той же контре, к сожалению, неосуществимо легкими путями. С одной стороны это наскучивает, с другой же игра молодая. Да, и если вспомнить ту же контру, игре 20 лет, а все до сих пор играют на Дасте, Мираже и Нюке. Что же, давайте наконец перейдем к минусам. Аудиовизуал. Да, как я уже сказал, разработчики пренебрегли красотой игры в пользу оптимизации и производительности. Первый раз увидев трансляцию игры, эта мультяшность и пластмассовость очень сильно меня оттолкнули. Но не дам соврать, в игре на это глаза закрываются. С другой стороны, есть некоторые аспекты, которые уж прямо халтурно сделаны, что ли, и вряд ли то дело в оптимизации. Анимации персонажей. Если анимации ваших рук, перезарядок и так далее сделаны более-менее адекватно, то вот анимации от третьего лица выглядят ну максимально убого. Эти мгновенные падения персонажей как бревен, нелепые прыжки, стрейфы и прочее, ну прямо дают о себе знать и даже после 20 каток. Не знаю, быть может разработчики еще этим займутся и как-то переосмыслят, но посмотрим. То же самое касается и самих персонажей и их аватаров. Вот вы видите аватар Рейс. Серьезно? Изображение героя будто сделано в фотошопе за пару минут. Да, можно сказать, что мол кому это надо смотреть на эти картинки во время игры. Но когда все это вместе накладывается друг на друга, складывается весьма негативное ощущение. Будто ты реально играешь в какую-то поделку. С другой стороны, игра находится на стадии беты и, быть может, это все будут исправлять. Все-таки если посмотреть, какие-то персонажи прорисованы лучше остальных. К примеру, давайте сравним Вайпер и Сейдж. Разница прям налицо. Если к звукам стрельбы у меня особых претензий нет, то вот звуки ходьбы местами прямо вымораживают. Да, они громкие и это является геймплейным моментом. Но на некоторых поверхностях они, опять же, настолько убоги, что даже в CS 1.6 лучше были. Второй минус игры это отсутствие как таковой социальности. Да, в игре есть возможность добавления друзей, куда без нее. Но тут вам нет единой сети по типу Стима, которая так удобна. Увидели, что друг зашел в CS, взяли и зашли тоже. Причем Riot сказали, что игра будет идти с отдельным лаунчером, ибо не имеет отношения к Лиге Легенд, ее дочерним проектам по типу Teamfight Tactics и Legends of Runeterra. И в связи с этим ситуация становится весьма тупиковой, ибо Steam это приятное дополнение к Counter-Strike в лице социальности, мастерской, торговой площадки и хабу, где люди делятся мемами, скриншотами, своими успехами и так далее. Riot'ам придется проделать огромную работу, если они захотят сделать нечто подобное. Это же касается и IP игры. Пока не ясно, будут ли удобные сторонние проекты по типу Dota Buff'а или Faceit'а, ибо Riot'ы, к сожалению, ценят больше закрытую архитектуру и замкнутость. Это также касается и киберспорта, ибо, как вы знаете, по тому же Лолу толком и нет никаких турниров, кроме оригинальной лиги, организацией которой занимаются сами разработчики. Собственно, из двух вышеописанных минусов рождается и третий. Беззубость косметического контента. Весь покупаемый контент не продать, не обменять. Нет какого-то азарта, что ли, получить что-то суперкрутое. В то же время суперкрутое вряд ли пока в игре и присутствует, опять же из-за скудной картинки. Все-таки, как ни поверни квадрат, он останется одинаковым. Да, тут можно добавить пушкам рельефности, сделать прикольные спрайты, прицелы и прочее, но итог остается тем же. Смотрится это все скуднее, чем в том же КС или в Апексе. К примеру, где игроки ради определенных предметов открывали сотни сундуков. Все это рождает идею в голове, а почему бы не сделать отдельную версию клиента, которая была бы более нагроможденная, но более красочная. Существует, к примеру, PUBG и PUBG Lite. Да, у них разные серверные базы и так далее, но кто мешать сделать здесь наоборот? В этом бы и было интересное новаторство игры. Слабый компьютер и пофиг на скины? Ну а какие ты вообще будешь покупать скины, если у тебя на ПК-то денег нет? Играй на базовом клиенте. С другой стороны, ты ПК-боярин, с RTX-карточкой и мощным процессором, пожалуйста, запускай более тяжелый и красочный клиент. Это в то же время устранило бы проблему с привлечением новых игроков, которые смотрят стримы и недовольны картинкой и звуком. Четвертый минус – это отсутствие как такового новаторства. Да, разработчики приятно улучшили классический геймплей КС, добавив разнообразные коммуникационные функции, улучшив сетевой код и прочее. Но при этом в игре отсутствует что-то совершенно новое и уникальное. Я все-таки надеюсь, что в будущем это приведет к созданию, к примеру, нового игрового режима в игре. В той же контре иногда надоедает ставить и разминировать бомбы, и приходится играть на картах с заложниками. Тут же ничего такого пока нет. Все-таки полет мысли у человечества огромнейший, и я уверен, что тут можно сделать что-то новое и крутое. Нет, не захват флага и не чекпоинтов, а вот прямо что-то реально уникальное. Последний минус, который со временем устраняется, касается как раз таки скиллов и персонажей, что создает сложность при начале игры. Берем КС. Начать играть очень просто. Купил оружие, гранаты, пошел стрелять. Тебя убили из-за угла. Ты изучил карту и начал понимать, как играть лучше. Тут же ко всему этому добавляются еще и навыки персонажей. Вначале ты просто-напросто теряешься и не понимаешь, что происходит. Почему ты сдох? Как враг оказался тут, если он был там? А ты его пропустил и так далее. Телепорты, смоки и замедления. Сперва это все кажется жесткой мешаниной из свистелок и перделок, мешающих тебе получить удовольствие от игры и нормально в ней разобраться. Собственно, почему многие из зрителей, не прикоснувшиеся к игре и недовольны? Они просто не понимают, что творится на экранах. Но, как я и сказал, со временем этот минус устраняется путем наращивания игрового опыта, который ты получаешь. Но от этого минуса на начальной стадии игры, к сожалению, никак не избавиться. Разработчики сами избрали такой путь. Что же, давайте подытожим. На данный момент игра смотрится как приятный, усовершенствованный Counter-Strike, которому нужно дать время, чтобы привыкнуть и начать понимать, что происходит. За всей этой беззубостью в плане аудиовизуала прячется очень привлекательный геймплей, который быстро затягивает и заставляет тебя играть больше и больше, что приятно. Но периодически тебя не погидают мысли о том, что тут чего-то не хватает и что-то стоит поменять. Если же взять Counter-Strike, она смотрится весьма целостно, несмотря на свои минусы, в плане читеров, коммуникабельности и сетевого кода для обычных смертных. Тут же, устранив эти ошибки, Riot Games столкнулись с другими, с которыми еще им стоит разобраться и до лета у них осталось не так уж и много времени. Но, зная, что контора серьезно относится к своим продуктам и комьюнити, стоит все-таки им дать шанс и ожидать рождения действительно интересной и привлекательной игры. В то же время, вряд ли стоит называть игру «Убийцей КС», ибо все-таки наличие Стима и всего его функционала не дадут игре потерять аудиторию. Ну и не забываем про открытость Valve в плане киберспорта. Мейджоры и многие чемпионаты, организованные разнообразными турнирными операторами, прямо дают игре второе дыхание, что позволяет ей ставить рекорды каждый месяц. В Валоранте пока сложно что-то сказать о киберспортивной и социальной составляющих. Нужно смотреть на результат, но поживем увидим. А пока я буду периодически играть в нее и стримить на Твиче. Заходите, если хотите. Следует ли попробовать игру? Я считаю, что да. Но каждый из вас должен сделать решение сам. Я постарался разобрать все по полочкам. Дальше все за вами. Спасибо за внимание. С вами был Фенаргот. И до скорых встреч.